Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите последний экономический календарь в этом году в студии Марина Генералова. В последние дни уходящего года финансовые рынки обратят внимание на следующие экономические события. Так, сегодня в США выйдет доклад по объему незавершенных сделок по продаже жилья в ноябре. Ожидается, что индикатор вырос на 1,1% по отношению к предыдущему месяцу и упал на 0,2% к аналогичному периоду 2012 года. Напомним, что в октябре объем незавершенных сделок по продаже жилья в США снизился как в месячном, так и в годовом выражении. По данным Национальной ассоциации риэлторов, показатель сократился на 0,6%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение индекса на 2,2%. Октябрьское снижение стало пятым подряд. В годовом исчислении объем незавершенных сделок упал на 2,2% против прогноза снижения на 1%. Во вторник австралийское статистическое ведомство обнародует данные по объему кредитования в частном секторе в ноябре. Экономисты прогнозируют повышение показателя на 3,9% в годовом измерении. При этом месяцем ранее был зарегистрирован рост на 3,5%. В месячном исчислении индикатор подрос на 0,3% в октябре, что совпало с оценками экспертов. Отметим, что данный индикатор позволяет оценить уровень кредитной активности домохозяйства и бизнеса и публикуется Резервным банком Австралии. Первым значимым событием в новом году станет публикация отчета по производственному индексу деловой активности за декабрь, которая состоится уже 1 января. Прогнозируется небольшой спад до 51,3 пункта. В ноябре индекс деловой активности в производственном секторе Китая составил 51,4 пункта, превзойдя ожидания экономистов. Слабость представителей малого бизнеса и текущий уровень занятости указывают на хрупкое положение промышленного сектора, в то время как премьер Ли Кэцэн готовится ввести политические меры, направленные на предоставление рынкам большей силы. На этом у меня все. Увидимся в следующем году. Счастливого Нового года! Счастливого Нового года!